Кустанайская область ждет большой воды. Снега по подсчетам синоптиков выпала в два раза выше нормы. В связи с этим и ситуация с пропуском паводковых вод очень серьезная. В Верхнетобольском и Картамарском водохранилищах уже начался сброс воды. В Картамарском 4 кубометра в секунду. В прошлую зиму санитарный пропуск воды в предпаводковый период здесь был всего 1 кубометр в секунду. Предварительно нам дают прогнозы, гидромет дает максимальные и минимальные. Но подсреднюю мы уже освободили. У нас сегодня свободная емкость составляет 380 миллионов. А средний многолетний шток составляет 420 миллионов. По данным, что гидромет давал, если максимум, минимум сложить, разделить, получается 370 миллионов. Значит, сегодня емкость позволяет ту воду захватить. Но мы на этой стороне не рассматриваем. Мы рассматриваем по максимуму на 490. В Кустанайской области функционируют 5 водохранилищ. В данный момент приток паводковых вод в Верхнетобольское водохранилище ожидается в пределах 110-250 миллионов кубов. В Каратамарской – в пределах 220 миллионов кубов. Начать дополнительный сброс, отмечают специалисты, планируется уже после 25 марта. Палка двух концов. Почему мы сейчас и не сбрасываем? Хотя прогнозы нам дают, видите, какой разброс лет? Почти 100 миллионов разброс лет. Поэтому мы тоже и держим. Мы его до 25-го числа сбрасывать не будем. Это по причине, потому что все-таки идет на Урус, праздник, люди выходят на лед. А если мы начнем сбрасывать, все-таки начинается подрезание льда с поднизу. Поэтому 25-го, мы так понимаем, с 26-го числа начинать сбрасывать. По словам Джамбулбека Раим-Вколова, реконструкция Жилкарского водохранилища и моста в районе КЖБИ позволит сбрасывать, не подтопляя ближайшие к Табулу улице, примерно 17 миллионов кубометров воды в сутки. Если будет больше, это возможно подтопление не избежать. Объем воды будет гораздо больше, чем 500 кубометров. Соответственно, там у нас возможности есть 1100 пропускать. Говорят, что по самым таким подсчетам проходит более 950 миллионов метров кубических. Поэтому возможности есть, но мы должны к этому подготовиться. Жилкуар, Жилкуар, у нас масса других вопросов. 23 населенных пункта. Но я думаю, что ситуация будет усложняться тем, что положительных температур не было. То есть таянии практически не было. Поэтому температура может прийти в один день. По расчетам специалистов, обычно поводок на юге Кустанайской области начинаются уже 1-2 апреля, на севере 5-6. Более полную информацию эксперты будут иметь уже ближе к 20 марта и после исследования, полученного в результате облета региона. Александр Стаканов, Татьяна Калюжная, РТН.